Казахстан и ЕС продолжат тесное сотрудничество во многих сферах. Об этом в Брюсселе заявили участники 15-го заседания Совета Сотрудничества Казахстан-ЕС и Министерской конференции ЕС-Центральная Азия. На двусторонней встрече обсуждались вопросы, касающиеся торговли и взаимных инвестиций, развития энергетики и транспорта, а также охраны окружающей среды. Состоялся обмен мнениями на тему политического сотрудничества, включая внутренние реформы и противодействие новым угрозам. Разговор зашел и о перспективах облегчения визового режима для граждан нашей страны в ЕС, а также присвоения Казахстану статуса страны с рыночной экономикой. Эта встреча важна, поскольку это первое заседание Совета по Сотрудничеству после подписания документа нового поколения, соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Этот документ охватывает 29 областей сотрудничества между ЕС и Республикой Казахстан. Большая часть этого документа охватывает вопросы торговли, коммерции и инвестиционного сотрудничества. Обсуждавшиеся на обеих встречах вопросы полностью соответствуют приоритетам работы Казахстана в Совете безопасности ООН в 2017-2018 годы, в контексте сохранения глобального мира и региональной безопасности, включая ситуацию в Афганистане. На министерской конференции мы обсудили ключевые аспекты реализации новой стратегии ЕС по Центральной Азии и отметили ряд региональных инициатив в области образования, энергетики и транспорта. Мы также обсудили ряд вопросов региональной и международной безопасности. Казахстан развивает добрососедские отношения со своими центральноазиатскими соседями. ЕС также поддерживает все региональные программы в сфере борьбы с международным терроризмом и незаконным наркотрафиком.